На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Разобрать архивы волонтеры вновь пришли на помощь врачам. Мы обратились за помощью в местное отделение партии «Единая Россия», которое нам оказывает всегда поддержку и помощь. В Видном по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» прошла социальная акция по раздаче питьевой воды. Замечательно. Такая жара и вода просто необходима. Всем, а тем более нам, дачникам. Работники одного из видновских предприятий очистили берег Табловского пруда. Надо уже как-то природой заняться, не только же все время загрязать. Во время пандемии коронавирусные инфекции волонтеры различных общественных организаций не раз приходили на помощь врачам. И сейчас медикам вновь потребовалось их участие. Здесь вот идет улица Советская, дом 9, 8, 10. Это уже в мешке. Вытаскиваем, также пишем, вот так, штук по 10, наверное, складываем. Пишем, какая буква там, например, И. Сотрудники взрослой видновской поликлиники инструктируют волонтеров. В этих мешках амбулаторные карты, хранящиеся в архиве. Во время реконструкции лечебного учреждения бумаги перевезли в ВРКБ. Теперь их вновь необходимо систематизировать и разложить по полкам. Мы обратились за помощью в местное отделение партии «Единая Россия», которое нам оказывает всегда поддержку и помощь. Как и в этот раз, они нам помогут в раскладке данной медицинской документации в нашем картохранилище. На призыв о помощи отозвались представители партии «Единая Россия», участники движения «Видный волонтер» и добровольные помощники из Управления по делам молодежи, культуре и спорту, администрации округа. И работа закипела. Буква «Д». «Д», спасибо. Так, какая нужна? «Х». «Е» у меня. «Т» или «С». «С» есть. Всего волонтерам необходимо обработать довольно внушительный объем. В мешках находится более 20 тысяч амбулаторных карт. Но участники смотрят на это обстоятельство с оптимизмом. Процесс будет доведен до логического завершения. Мы обязательно поможем поликлинике разложить всю картотеку по фамилиям для удобства пользования архивом. Картотеку разместили в подвале взрослой видновской поликлиники. Подобная работа для волонтеров не в новинку. Во время пандемии, когда количество обращений в медицинские учреждения резко взросло, они пришли на помощь врачам и помогали вносить в электронные базы данные пациентов. Несколько лет назад лечебные учреждения перешли на электронные документы оборот. Они подключены к системе ЕМИАС. Тем не менее, медицинский архив на бумажных носителях – важная часть работы поликлиник и амбулаторий. Часть документов до 2014 года, до введения в систему ЕМИАС, была на бумажных носителях. Соответственно, мы еще определенное количество времени будем хранить эту документацию. В архив часто поступают запросы из судов, медико-социальные экспертизы, МВД и Министерство обороны. По закону храниться документы должны 75 лет. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Наш сегодняшний гость в студии, заведующий кардиологическим отделением ВРКБ Дмитрий Орловский. Тема нашей беседы – профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Здравствуйте, Дмитрий Георгиевич. Здравствуйте, Максим. Правильно ли я понимаю, что сейчас сердечно-сосудистые заболевания стремительно молодеют? К сожалению, да. Совершенно верно. Сердечно-сосудистые заболевания на протяжении уже многих лет занимают первое место. И, к сожалению, по их распространенности и, к сожалению, по смертности. И в последнее время мы видим, что они стремительно молодеют. Я думаю, что определенную роль, кстати, в этом сыграла и пандемия. Если можно применить такой термин, какие болезни находятся в топе? Самые распространенные, скажем так. Ну, в топе сердечно-сосудистых заболеваний находится артериальная гипертензия. Потому что это первое заболевание, с которым обычно сталкивается человек. И каким последствиям приводит повышенное артериальное давление? Повышенное артериальное давление приводит к развитию ишемической болезни сердца, к развитию заболеваний, связанных с поражением головного мозга. То бишь, это развитие инфаркта и инсульта у пациентов. Какие существуют, может быть, самые простые элементарные способы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний? Ну, в первую очередь надо понимать, что есть так называемые модифицируемые факторы риска и немодифицируемые факторы риска. Немодифицируемые факторы риска – это то, на что мы не можем воздействовать. Это, например, наследственность, это мужской пол и возраст более 45 лет. Эти факторы, которые будут сопровождать нас все время, но есть факторы модифицируемые. И в первую очередь на это надо обратить внимание. Основным фактором риска в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, он занимает первое место – это курение. Это курение, которое способствует развитию атеросклероза, никотин способствует снижению хорошего уровня холестерина. И как соответствие развития атеросклероза и осложнение атеросклероза – это инфаркт, инсульт. Следующими факторами риска являются гиподинамия. То есть малоподвижность, особенно в наше время, когда у многих людей есть автомобиль. Ну, плюс многие работают за компьютером, в общем-то. Да, да, да. Люди работают за компьютером, поэтому, наверное, тут важно сказать, что, сразу касаясь вопроса гиподинамии, что это должна быть обязательно физическая нагрузка, то есть ходьба минимум 30 минут в день. Ещё одним важным фактором риска является избыточный вес. Избыточный вес – это люди уже, которые знают об этом. Есть очень простая формула, да, то есть это можно найти в любом компьютере – индекс массы тела. Если индекс массы тела превышает допустимые значения, значит, человек должен задуматься. Ещё следует сказать о пациентах, у которых, ну, у них вроде бы ещё нету сердечно-сосудистых заболеваний. Это пациенты с сахарным диабетом, потому что повышенный уровень сахара в крови – это также повышает риск развития атеросклероза. Существует ещё, в последнее время отнесли к факторам риска, ну, так называемый социальный фактор – стрессы. Стрессы, которые, к сожалению, в нашем развитом мире окружают нас полностью. Вот, и это является сейчас тоже одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Причём этот фактор риска, если раньше об этом просто говорили, сейчас он официально отнесён к факторам риска. Понял. Ну, какие советы вы, как врач, могли бы дать нашим зрителям, чтобы они обратили внимание на какие-то определённые вещи, и чтобы сердечно-сосудистые заболевания, ну, может быть, даже обошли их стороной? Ну, наверное, в первую очередь это самоконтроль. Самоконтроль. То есть, если у человека появляются головные боли, повышенная утомляемость, одышка, которая появляется при привычных физических нагрузках, то это уже повод задуматься. Один из основных способов избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний – это, как не банально звучало, прохождение диспансеризации. Диспансеризация доступна. Обязательно зарегистрировать ЭКГ, обязательно определить уровень сахара крови, обязательно определить уровень холестерина. Высокий уровень холестерина – это тоже один из важных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. И, соответственно, при диспансеризации, если доктор увидит, что есть какие-либо отклонения от нормы, то он, соответственно, направит на более углубленное обследование, и там уже можно будет откорректировать. То, что касается гипотинамии, это обязательная ходьба. У нас прекрасные парки. Обязательно надо упомянуть, что кроме обычного снижения массы тела, необходимо соблюдать определенный рацион питания. То есть это так называемая средизмономорская диета, которая полезна для сердца. То есть это обязательно должно быть присутствие большого количества фруктов, овощей. И желательно хотя бы раз в неделю употреблять жирную морскую рыбу. И очень важным фактором, и, наверное, самым важным фактором, первым, который может снизить риск развития артериальной гипертензии, как следствие развития других тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, это снижение употребления поваренной соли до 5 грамм в сутки. Я упоминал ранее, что курение занимает первое место среди факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому мы призываем отказываться от курения. Это обязательное условие для того, чтобы мы жили дольше и лучше. Отказ от курения. Также нельзя злоупотреблять алкоголем. Допустимы небольшие дозы, допустим, красного вина. Но не более того. Спасибо за ваши советы. Надеюсь, что нашим зрителям они пригодятся. Надеюсь, что даже наши зрители все-таки к ним прислушиваются. Спасибо, что пришли к нам на эфир. Спасибо вам. А я напомню, что мы беседовали с заведующим кардиологическим отделением ВРКБ Дмитрием Орловским. К другим новостям. В Видном по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» прошла социальная акция. В рамках мероприятия активисты раздавали питьевую воду на остановках общественного транспорта и пассажирам городских троллейбусов. Рабочая неделя подходит к завершению, а жара не сдает свои позиции. Многие жители и гости округа пользуются общественным транспортом и находятся на остановках под палящим солнцем. По инициативе местного отделения «Единой России» сторонники партии вместе с активистами «Молодой гвардии» провели социальную акцию по раздаче охлажденной бутилированной воды пассажирам городских троллейбусов. Нашу инициативу поддержали представители МУП «Видновский троллейбусный парк». Сегодня вместе с ними мы раздаем пассажирам, гражданам, жителям, ожидающим общественный транспорт на остановочных пунктах, раздаем им бутилированную питьевую воду. В рамках акции более 200 бутылок воды раздали жителям, тем самым напомнили о необходимости соблюдать питьевой режим в жаркую погоду. Здравствуйте, девушки. Как настроение? Водичка прохладная вся. Берите, пейте и охлаждайтесь. Зачем? Зачем нас фотографируете? Как зачем? Потому что вы красивые, красивые девушки. Надо фотографировать. Попадем. Попадем. Берите, берите, берите. Бесплатно, бесплатно. Берите водичку и все. Спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья. Всех призываю пить больше воды, наверное, воздержаться от употребления алкоголя, горячительных напитков. Может быть, даже и кофе, и чай в такой же роду. Находиться по максимуму в тени. Обязательно смотреть за детьми и за людьми пожилого возраста. Для видновчанки Людмилы Медведевой такое мероприятие стало приятным сюрпризом и прекрасной возможностью утолить жажду и охладиться в ожидании общественного транспорта. Так вкусно, что просто пол сам течет. Ну что, замечательно. Такая жара и вода просто необходима. Всем, а тем более нам, дачникам. Добавим, что в Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Призываем всех граждан все-таки в такое жаркое время по возможности оставаться дома и откладывать все свои дела на более позднее время. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров достигнут отметки 33 градусов и осадков при этом не ожидается. Поэтому будьте осторожны, не допускайте перегрева и пейте больше воды. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Видновчане присоединились к ежегодной акции «Вода России». В рамках мероприятия работники одного из предприятий города очистили берег Таболовского пруда. Подробнее об этом расскажем в сюжете. Пакеты, стекла, окурки, пластиковые упаковки – все это регулярно оставляют после себя любители отдохнуть на природе. Очистить берег Таболовского пруда под конец сезона пикников и шашлыков решили сотрудники Видновского завода «Гипсобетон». По подсчетам ученых, запасы питьевой воды на нашей планете где-то через 25 лет уже иссякнут. Это будет не в следующем поколении, это будет в нашем поколении. Но с учетом того, что мы загрязняем воду, я думаю, что эти запасы уже лет через 10 будут практически на нуле. Поэтому сегодня мы принимаем участие во всероссийской акции «Вода России». Акция проходит по всей стране ежегодно, начиная с 2014-го. Регулярно волонтеры наводят порядок на берегах разных водоемов России. Это мероприятие – часть национального проекта «Экология». И присоединиться к нему могут все желающие. На берегу Таболовского пруда добровольцам удалось собрать около 40 мешков отходов. В масштабах страны в ходе акции собирают десятки тысяч кубометров мусора. Нам важно принять участие в этой акции. Ну, хотя бы из тех побуждений, что мы живем здесь. И нам важно, насколько чисто в нашей местности. Работники завода активно включились в список для участия в этой акции. Ну, потому что люди неравнодушные. Всем важно, на самом деле, внести свой вклад. В акции приняли участие более 20 сотрудников завода. Рассказывают, заботятся о природе, понравилось. Следующим летом планируют собрать еще больше людей и прибраться на берегу реки Пахры. Надо уже как-то природой заняться. Не только же все время загрязать. Надо очищать тоже начать. Ну, мне кажется, это важно как-то стараться хоть какой-то вклад нести. Кстати, волонтеры собирали мусор раздельно. Для пластика, металла, стекла и органики – отдельные мешки. После акции отходы отправились не только на полигоны, но и в пункты сбора для переработки. Чистая страна начинается с тебя. Поддержим акцию «Вода России». Олеся Попова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В поселке Горки Ленинские обожают танцевать. Именно здесь более пяти лет функционирует проект «Дэнс Битва». Принять участие в котором может любой желающий, даже если он только недавно научился ходить. Идея проекта на первый взгляд проста – дать возможность детям и подросткам выразить себя под музыку в танце. И неважно, занимался ли ты когда-нибудь в секциях и студиях. Главное – желание. Главное двигаться и главное, чтобы это нравилось. Судьи у нас обычно зрители. Зрители голосуют аплодисментами. За кого аплодисменты громче, тот и выигрывает. На самом деле цели у проекта куда более серьезные. Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение сельской молодежи в общественную жизнь округа. За время существования «Дэнс Битвы», а это более пяти лет, в ней приняли участие более трехсот детей и подростков из Ленинского городского округа. Причем многие из них впоследствии присоединились к волонтерским движениям местного отделения молодой гвардии «Единой России» и досугового центра «Юность». Танцующая молодежь, да, сегодня они танцуют, завтра они волонтеры культуры, а теперь они волонтеры Ленинского городского округа. И как раз в период пандемии они вышли на помощь и оказывали тем, кто нуждается. Братья Погодки Матвей и Костя Кондрахины уже два года занимаются брэк-дансом в досуговом центре «Юность». В «Дэнс Битве» они приняли участие впервые и сразу же стали явными фаворитами. «Это твердо, а мы на матор занимаемся и на полу очень нормально». «Неудобно, да, танцевать?» «Да». «Ну а тебе как? Тебе понравилось, как тебе аплодировали?» «Да». «Только чуть повредил свое тело, но это круто». «Мне тоже круто». «Советую заниматься брэк-дансом». Здесь, на улице, возле импровизированной танцевальной площадки, заводятся новые знакомства, обретаются новые хобби. Ребята показывают, на что способны и хвастаются тем, чему научились. В прошлом году проект «Дэнс Битва» стал лауреатом премии губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен». Следите за афишей и приходите на танцевальный батл и вы. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, ВИДНОТВ. Чемпионат России по мотоболу 2022 года подходит к концу. Впереди решающие игры плей-офф, а на днях видновские спортсмены посетили Владимирскую область, где встретились с командой «Ковровец». О ходе и финале матча расскажет Юлия Погосян. «Меньше трех недель прошло с момента последнего матча команды «Металлург» в рамках чемпионата России по мотоболу 2022 года. Тогда видновские спортсмены играли на домашнем поле, а сегодня приехали в город Ковров, чтобы встретиться с местным ковровцем. Старт встречи дал игрок видновского «Металлурга» Антон Гусев. На первых же минутах закатил ворота соперника мяч. Второй буквально сразу туда же отправил Иван Крештопа. Но такое начало не означало легкой победы. Местный «Ковровец» прогрессирует на глазах. Изначально настраивался на сложную игру, потому что в этом сезоне у нас довольно много сложных игр. И опять же, помятуя о том, как команда «Ковров» играла видном, мы там проигрывали в течение двух периодов с отсчетом 1-0. Ребята молодые, видно, что прогрессируют, пытаются играть в пас комбинационно. Обрастут, думаю, мясом. Если не разбегутся, то будет через пару лет, наверное, очень грозный соперник. Тем не менее, первые два периода «Металлург» не давал хозяевам поля никаких шансов. Спортсмены держали счет и уверенно шли к победе. И снова Иван Крештопа показал красивую игру, отправив в ворота «Ковровца» третий мяч. Поле единственное у них специфическое, но мы адаптировались к нему. И сделали результат, который подобает нам. Завершающую часть встречи от «Металлурга» в основном играла молодежь. Ведь, как известно, принцип работы видновчан – не дожидаясь смены поколений, растить новых звезд мотобола. Так, в последнем периоде в ворота «Ковровца» мячи закатили Артем Ковтун и Тимофей Гусарев. Мне дал пас Антон Гусев. И с паса я забил шикарного. Увидел Антон, и я смог забить. Не подвел команду. Под конец «Ковровцу» все же улыбнулась удача. В то время, когда на ворота встал молодой вратарь «Металлурга» Данила Усов, местные спортсмены закатили видновчанам первый гол. Впереди у «Металлурга» последняя игра основной части чемпионата России по мотоболу 2022 года. Она состоится в городе Ипатово Ставропольского края. Там видновчане встретятся с местным колосом, основным своим соперником. Дальше начнутся самые ответственные матчи плей-оффа. Цели не было. Много нам забить, выиграть. Цель была всех обкатать перед игрой, сделать выводы правильные. Все подытожить. И уже поехать 30-го в полном боевом, готовном всей команде организованной. Чтобы мы там показали хороший результат. Такого напряженного матча никто не ожидал. Кажется, сама команда «Ковровец» в шоке. Но на табло счет сам говорит за себя. На 10-й последней секунде игры местным ребятам удалось забить ворота «Металлурга» второй гол. Финал 5-2. Но в пользу видновчан. Специально из Коврова для Видное ТВ. Юлия Погосян, Сергей Ларин. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!